В реестре базы данных фонда ОМС на 1 июля 2021 года зарегистрированы 1793 человека с хронической почечной недостаточностью пятой стадии, которым жизненно необходимо получать гемодиализ. Такие больные направляются в специальные центры, государственные или частные, в которых они бесплатно могут получить 12 сеансов гемодиализа. Мы оказываем услуги гемодиализа, а ОМС как бы эти услуги оплачивает. В настоящее время в нашем центре диализ получает около 250 больных. Это больные, которые с почечной недостаточностью, это хроническая почечная недостаточность, это пятая стадия почечной недостаточности, это, так сказать, финальная, финишная стадия, когда сама почка уже не может выполнять свои необходимые функции. Это один из девяти диализных центров столицы, заключивших договор с Бишкекским управлением Фонда обязательного медицинского страхования. За шесть месяцев только в столице профинансировано порядка 275 миллионов сомов за проведенные сеансы. Фонд обязательного медицинского страхования обеспечивает финансирование для пациентов всего в 33 больницах, из которых 29 частных медцентров. Таких центров в Бишкеке – 9, в Аше и Ожской области – 7, в Чуйской, Джалалабадской, Нарынской областях – по 3, в Баткинской и Таласской областях – по 2, и в Иссыкульской – 4, среди которых государственная больница в городе Балыкчи и Сыкульская, Нарынская и Таласской областные больницы. По республике за шесть месяцев 2021 года фонд ОМС возместил 524 миллиона 800 тысяч сомов за 111 тысяч 600 сеансов гемодиализа. Финансирование гемодиализных услуг осуществляется через ФОМС по единой фиксированной цене 4700 сомов за один сеанс. У нас сейчас право выбора пациента. Пациент может выбрать центр, который ему нравится. У нас во всех этих центрах, так как они частные, условия замечательные, отличные. Также они по питанию тоже кормят, все диетическое, все столы, которые положены больным с диализмом 5-й стадии хронической почечной недостаточности. Кроме того, они также за счет этого центра отвозят домой, потому что работают две смены. И есть случаи, когда вот уже даже в 12 ночи, в час ночи сеанс заканчивается, и они, значит, доставку пациентов организовывают домой. Электронный список пациентов, ожидающих бесплатное лечение гемодиализом, размещается на сайте Министерства здравоохранения и социального развития. Утвержденный список больных, нуждающихся в гемодиализе, после рассмотрения спецкомиссии, направляется на получение гемодиализа за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Каждый гражданин, диагноз которого предполагает получение гемодиализа, может бесплатно его получить в одном из диализных центров, у которого есть договор с Фондом обязательного медицинского страхования. Нурбек Иманов, Руслан Сабатаров, АЛАТО, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова